Всем привет, дамы и господа, с вами Герман Пермяков. Вы смотрите инвестиционно-обучающий канал RedLineTV. Сегодня я хочу с вами поговорить об электронном гражданстве, вернее, об эстонском электронном гражданстве, гражданином которого я являюсь и с помощью которого я веду свою фирму в Эстонии. Сегодня я хочу рассказать о новостях, вернее, о новости, когда президент Эстонии предложил white paper, белую бумагу, по резиденции 2.0, по электронному гражданству, что же они собираются, как бы, как они... Они не собираются останавливаться на достигнутом, они поняли свои достижения, страна в этом привлекла очень большой объем денег с помощью этого гражданства. Ну и с точки зрения государства Эстония, узнаем, что за white paper, что за резиденции 2.0, да, вообще, что это такое, вдруг откуда оно появилось. Ну, саму white paper мы не будем изучать, но, как бы, факторы появления и, как бы, какие-то планы, я думаю, вы узнаете. Поэтому смотрим данный ролик. Президент Эстонии Керсти Кайл Лайт раскрывает будущие направления электронного гражданства. Как расширять нацию? Это проблема, которую Эстония впервые начала решать в 2014 году, став первой страной, предложившей электронное гражданство. К этому моменту Эстония уже превратилась в цифровую нацию, где граждане и жители могут подписывать документы и получать доступ практически ко всем государственным услугам и растущему числу частных услуг полностью в режиме онлайн, используя свои эстонские цифровые удостоверения личности, которые были впервые выпущены в 2002 году. Наша цифровая нация не была идеальна. Мы верили, что если что-то можно делать в интернете, то это можно сделать онлайн из любой точки мира. И если это нормально для нас, то почему не нормально для кого-либо еще в мире, кто тоже этого хотел? В конце концов, наша цифровая нация может охватить гораздо больше пользователей, чем просто наши граждане и жители. Исходя из этой логики, в закон были внесены поправки с тем, чтобы эстонские цифровые удостоверения личности могли быть предоставлены лицам, которые не являются ни гражданами, ни жителями Эстонии. И таком образом родилось электронное резиденство. Электронная резиденция была новой идеей, но также продолжала давнюю традицию Эстонии выходить за пределы своих границ и устанавливать ценные связи по всему миру. Например, в 1989 году эстонцы буквально вышли за пределы своих границ Вместе с латышами и литовцами знак протеста против советской оккупации сформировав самую длинную непрерывную человеческую цепь мировой истории. На сегодняшний день МИД Эстонии является фактически единственной частью нашего государства, которая непрерывно функционирует в течение 100 лет. Даже в темные дни оккупации, когда эстонцы не контролировали свою физическую территорию. Реальность также заключается в том, что все страны стремятся установить связь с людьми за пределами своих границ. Но Эстония первой предоставляет официальный статус этим отношениям и признает, что наше государство также служит им. Цифровая идентификация просто позволяет нам эффективно управлять этими отношениями и делать их более взаимовыгодными. Программа «Электронные гражданства» была запущена в качестве стартапа в бета-режиме с амбициозной целью пригласить в 2025 году 10 миллионов электронных резидентов в нашу цифровую нацию. Когда электронные резиденты начали присоединяться к нашей цифровой нации, мы смогли постоянно совершенствовать наше понимание того, каким услугам они больше всего хотят получить доступ в интернете из нашей цифровой нации и как эти услуги могут быть улучшены для всех, включая самих граждан и жителей. С тех пор около 50 тысяч человек подали заявки на электронные гражданства из 165 стран и территорий. Основной причиной было желание основать эстонскую компанию, потому что эстонская компания является надежной компанией ЕС, которая может работать полностью онлайн с минимальными затратами. Не все совсем гладко вкладывалось для всех электронных резидентов, которые с тех пор зарегистрировались. Для начала первая в мире карта электронного гражданства вообще даже не работала, поэтому ее пришлось выдавать заново. В то время электронным резидентам также приходилось посещать Эстонию четыре раза, чтобы завершить процесс подачи заявления на получение электронного резидентства, получение своей карты, учреждения своей компании и доступа к бизнес-банкингу. Тем не менее, доступ к традиционным банковским счетам для нерезидентов значительно сократился по всей Европе, и это создало основополагающую проблему для обеспечения того, чтобы больше людей во всем мире могли пользоваться преимуществами электронного гражданства. И давайте не будем забывать, что Эстонии пришлось быстро реагировать на потенциальные угрозы безопасности, которые привели к замораживанию сертификатов цифровых идентификационных карт. Угроза была устранена без каких-либо нарушений, но и не без хлопот. Несмотря на это, электронное население Эстонии продолжает расти все более быстрыми темпами. Совсем недавно парламент Эстонии внес поправки в Коммерческий кодекс с тем, чтобы эстонские компании с ограниченной ответственностью могли выбирать свой бизнес-банкинг не только в эстонских банках, но и в любом кредитном или платежном учреждении в европейском экономическом пространстве. К настоящему времени электронные резиденты создали около 6 тысяч новых компаний, благодаря чему они не только выиграли от нашей цифровой нации, но и внесли значительный вклад в ее дальнейшее развитие. Они вели бизнес с другими эстонскими компаниями, инвестировали в Эстонию, путешествовали в Эстонию, а некоторые платили налоги Эстонии. Возможно, что самое интересное, они также повысили уровень осведомленности об Эстонии во всем мире, включая культуру и ценности. Электронные резиденты в настоящее время являются важным сообществом Эстонии, которое распространяется на все уголки мира. Это новый норматив того, как функционирует страна, а другие страны уже следуют этим шагам, и это только начало. Электронные гражданства 2.0 В этом году программа «Электронные гражданства» выступила с инициативой президента Эстонии Керсти Кальюлайт под названием «Электронные гражданства 2.0», чтобы собрать вместе широкий круг заинтересованных лиц по всей Эстонии, вовлеченных в развитие программы «Электронные гражданства» для обзора прогресса и подготовки к следующему этапу развития. Вот почему «Электронные гражданства» работает. Потому что это национальная инициатива, в которой государственный и частный сектор Эстонии работает совместно, чтобы обслуживать электронных резидентов. После обширных консультаций мы вместе подготовили «Вайтпейпер «Электронные гражданства 2.0» с целью обеспечения того, чтобы электронная резиденция стала еще более полезной для всех в нашей цифровой стране, включая наши граждан Эстонии и по всему миру, и, конечно же, самих электронных резидентов. «Вайтпейпер «Электронные гражданства 2.0» содержит 49 рекомендаций о том, как программа может достичь этой цели. Она впервые представлена президентом Эстонии Кэрсти Калюлайт в рамках программы «Электронные гражданства» в художественном музее «Кадриок», которые поддержали многие из тех, кто непосредственно участвует в ее создании. Министр по предпринимательству и информационным технологиям Рене Томист и Генеральный директор Трансфервизы Таавет Хенрикус. Премьер-министр Юрий Ратас также сыграл ключевую роль в продвижении этого процесса. Его кабинет министров принял все 49 рекомендаций. Программа «Электронное гражданство» уже оказала благотворное влияние на граждан, жителей и электронных резидентов, а также и на саму Эстонию. Она окупила себя за счет того, что принесла эстонскому государству больше прямых доходов, чем инвестировал эстонский налогоплательщик. Это помогло людям во всем мире получить доступ к предпринимательству и вести бизнес во всем мире способами, которые ранее были для них невозможны. Тем самым она обеспечила больше предприятий, рабочих мест и инвестиций для эстонских компаний. Рекомендации по улучшению охватывают технологии, бизнес, безопасность и, возможно, самая удивительная культура. Это поможет создать более взаимовыгодные связи между всеми участниками нашей цифровой нации. Одна из самых ясных повторяющихся темп в этом процессе заключается в том, что электронное резидентство должно быть гораздо больше, чем бизнес. Многие электронные резиденты мало знают об Эстонии, когда впервые слышат об электронном резидентстве, а иногда вообще ничего. Но затем у них складывается особая связь, в которой они хотят больше узнать о нашей культуре и ценностях. Некоторые даже учат эстонский. Это хорошо, потому что, как эстонцы поняли, на протяжении всей истории, чем больше людей сможет найти нашу страну на карте, то мы с большей вероятностью останемся на этой карте. Наши цифровые удостоверения опробованы и проверены, и теперь также существует концепция электронное гражданство. Настало время увеличить наши амбиции и расширить с ними Эстонию. Но это будущее не гарантировано. Сначала мы должны создать его и продолжать предлагать реальную ценность, которая, в свою очередь, обеспечивает больше процветания, возможностей и безопасности для каждого в нашей цифровой стране. Этот white paper только первый шаг к достижению этого, но после внедрения электронное гражданство больше не будет стартапом. Оригинал документов на эстонском языке. Тем не менее, он был переведен на английский язык для прозрачности, для того, чтобы как жители, так и другие люди во всем мире смогли прочитать его для себя и оставить свой отзыв. Мы также надеемся, что это послужит вдохновением для того, как другие страны могут разработать свои собственные программы электронного резиденции, основанные на их собственных уникальных онлайн-предложениях для всего мира. Этот white paper стал возможным благодаря многим людям, работающим вместе. Хотелось бы поблагодарить всех должностных лиц, предпринимателей, представителей государства и волонтеров, которые посвятили свое время летом и осенью 2018 года посещению собраний, проведению интервью, анализу и написанию. В частности, хотелось бы поблагодарить президента Эстонии Керсти Кайлюланд за созыв круглого стола white paper и начало обсуждения. Коллеги, я думаю, все понятно. 4343 сегодняшний пароль, пишите и получайте Азовкоины. Обязательно слушайте ради Азовской столицы и смотрите Азовкоин в ТВ в Инстаграме. Все, я рад был вас слышать, рад был вас видеть. Обязательно ставьте лайки, пишите комментарии. Ну и желаю вам всего наилучшего. Пока. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok